Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня вот такая посылка. Внутри находится ноутбук, который заказал мой друг. Он заказал его с английской клаватуры, поэтому ему прислали его по почте из столицы, поскольку в наличии были только с местным языком. Вот так вот упаковка выглядит, когда идет пересылка в магазин Apple. Да, это ноутбук, MacBook Air от компании Apple. Видимо до конца нужно оторвать тогда. А, вот таким образом коробочка и раскроется. Это был мастер-картон от почтовой, видимо, службы курьерской. А это уже родная упаковка от Apple. Вот такой вот на картиночке, тонкий, симпатичный. И давайте глянем характеристику, поскольку у этой модели все встроено, нельзя ничего менять. Да, и вот здесь вот мы видим характеристики. Диагональ 13,6. 8 гигабайт оперативной памяти и 512 SSD накопитель. Это касается процессора. Это M.2 процессор, у него 8 ядер. И 10 ядерная какая-то графическая карта. Что за карта, я даже, честно говоря, не представляю себе. Давайте смотреть, что внутри. Что касается стоимости обошелся он в 1616 или 1620 долларов, в зависимости от курса, по которому пересчитывать. То есть вещица достаточно недешевая, даже несмотря на то, что здесь не самое большое количество оперативной памяти. Всего 8 гигабайт, довольно-таки скромно. SSD накопитель 512, этого, я думаю, будет хватать. А вот памяти оперативной, ну, не знаю, может быть, тоже под эти задачи, которые мой друг планирует. Вот так выглядит сам ноутбук. Где у нас фокус, да, вот сфокусировались. Внутри вот такой кабель уже Type-C на вот этот магнитный фирменный штекер. И в коробочке еще зарядное устройство. Так, зарядочка вот такая, с американской вилкой. И что касается ее характеристик, по-моему, здесь 33-х ватную они кладут по дефолту. Так, сейчас попробую сфокусироваться. Так, сейчас сам я посмотрю. Да, 35 ватт. Не 33, а 35 ватт. Вот где-то здесь есть об этом надпись. Где-то в этом районе. Вот тут такая очень мелкая гравировка на этом зарядном устройстве. Ну, и, собственно... О, даже два USB. Я не знал, мне простительно, у меня нет такого ноутбука. Два USB, что удобно, можно заряжать еще и какое-то второе устройство. Например, iPhone. Мой друг будет заряжать, я думаю, от этого зарядного устройства смело. iPhone чаще, соответственно, Macbook Air пореже. Так. Давайте попробуем посмотреть, что кладут еще. Ну, здесь, собственно, кроме наклеек, ничего примечательного я не вижу. По всей видимости, комплектация достаточно стандартная для Air и сама коробка больше не подразумевает ничего. Так. такой конверт. сразу он включается, что удивительно. и приветствует на разных языках, по всей видимости, для того, чтобы начать активацию начать активацию со своим Apple ID. Ну, что касается активации, вот видите, привет, это по-русски. Я думаю, так мой друг и оставит его на русском языке. Ну, Apple ID моего друга у меня нет, поэтому данный момент я оставлю для него. вот, а сам хочу отметить, как обычно, изумительный дизайн, прям минимализм, очень красиво. Кстати, вот этот цвет, наиболее темный из тех, что продается, это вот именно он. Модель называется A2681. вот здесь гравировка. И хочется отметить также малое количество портов. Это, наверное, уже все знают, что MacBook Air обладает очень маленьким количеством портов. Два Type-C, вот этот разъем на родную зарядку, и наушники Jack 3,5 мм. Больше здесь ничего нет. Мой друг также приобрел портовый хаб, то есть хаб, который подключается к одному из USB-портов, и у него уже выходы на HDMI, на USB, в общем, на LAN, то есть на сетевой выход. Поэтому, в общем-то, один из них будет задействован, скорее всего, у него под этот замечательный переходник. Универсальный, с множеством портов, что, в общем-то,